Друзья, предвыборная гонка набирает свои обороты и уже около 40 партий подала свои документы в Центральную избирательную комиссию. В этот пакет входит и тот веселый документ, о котором мы сейчас и поговорим. Я имею ввиду декларацию о доходах наших кандидатов в народные избранники. Итак, начнем наш хит-парад. На пятом месте кандидат в народные избранники Лев Парсхаладзе. Лев Ревазович, находящийся в списке самых богатых украинцев, указал в своей декларации, что не имеет собственного жилья. Судя по документу, живет господин Парсхаладзе у родственников. Друзья, я уже представляю, как Лев Ревазович на старенькой раскладушке едится на балконе квартиры своих родных. Но знаете, что больше всего меня развеселило? В графе «Подарки, призы, выигрыши» господин Парсхаладзе указал сумму в 2 миллиона 247 тысяч гривен. Да, друзья? Вы не ослышались? Именно 2 миллиона где-то выиграл Лев Ревазович. Что это было? Лотерея? Или он, ну, я не знаю, нашел эту сумму? Знаете, где нашел? Скорее всего, он нашел у себя на дне кармана зимней куртки. Я не знаю, как это все происходило, но, тем не менее, я поздравляю господина Парсхаладзе с 5-м местом в нашем хит-параде. Четвертое место нашего хит-парада занимает лидер гражданского объединения Кияны Передусим Виктор Пилипишин. В своей декларации господин Пилипишин указал, что не имеет никакого жилья. Жилья также не имеет его жена и дочка. Но в собственности Виктора Петровича имеется автомобиль! Ну, слава богу, друзья, хоть что-то есть у господина Пилипишина. Может, именно в этой машине и живет вся семья кандидата в народные избранники. Третью строчку нашего хит-парада занимает кандидат от народной партии Людмила Дрыгала. В своей декларации Людмила Борисовна поведала украинцам, что в ее собственности находятся всего 12 автомобилей. И еще 28 машин оформлены на ее родственников. Да, друзья, если госпожа Дрыгала пройдет в парламент, то я уже представляю, как она будет каждый день добираться на работу в Верховную Раду. На втором месте нашего хит-парада кандидат в народные избранники Виктор Янукович, но младше. Член Президиума Автомобильной Федерации Украины Виктор Викторович указал в своей декларации, что не имеет автомобиля. Вот так, друзья, дожили. Мастер спорта по автоспорту не имеет своей собственной машины. Мне кажется, это то же самое, что если бы у господина Порошенко в холодильнике не было бы киевского торта. Ну, как говорится, сапожник без сапог получается. Давайте разберемся. Может быть, у Януковича-младшего просто нет водительских прав? Вполне здравая мысль, если взглянуть на то, как он водит. Ну, он что, пьяный, что ли? А может быть, это ему отец запрещает? Ну, понимаете, не балует, держит в ежовых рукавицах, заставляет работать. Ну, тоже здравая мысль. Посмотрите, как уставший Янукович-младший возвращается с работы. На ногах не стоит. Устал бедняга. А может, друзья, мы просто ошибаемся, и у сына президента действительно нет собственного автомобиля. И на работу он ездит, как и многие украинцы, на общественном транспорте. Ну, или в конце концов, как-то так. Друзья, вот мы и подошли к первой строчке нашего хит-парада декларации о доходах. Ее занимает кандидат в депутаты от партии регионов Юрий Иванющенко. Ни для кого не секрет, что Юрий Владимирович 26-й в списке самых богатых украинцев. Его состояние на сегодняшний момент составляет 756 миллионов долларов. Но после того, как господин Иванющенко обнародовал свою декларацию, нам стало известно, что, находясь на должности народного депутата, Юрий Владимирович получил материальную помощь от государства в размере 35 тысяч гривен. Вот бедняга, а? Вот честно, жалко таких людей. Ну, хорошо, хоть государство у нас заботится о нуждающихся. Надо было человеку. Помогли. Юрий Иванющенко. Первое место. А приз зрительских симпатий в нашем хит-параде получает Андрей Шевченко, который, судя по декларации, заработал за прошлый год в «Динамо-Киев» аж 25 тысяч гривен. Да, друзья, на самом деле это всего лишь часть деклараций, которые достойны вашего внимания. Мы обещаем в следующих выпусках не забывать о народных избранниках, как они и забывают о нас. Редактор субтитров А.Семкин.